Для того, чтобы нам эту фигуру разделить на две равные части, мы сначала можем расставить цифры по периметру. Надо сначала посчитать периметр. Да, надо сначала посчитать периметр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, тринадцать, шесть, тринадцать, тринадцать. Периметр равен двадцати двум. Нужно двадцать два поделить пополам. Получается одиннадцать. Теперь по периметру нам нужно написать цифры от одного до одиннадцати. Числа. Десять. Представьте, все понимают, что в предыдущей задаче мы, строго говоря, не доказали, что этот способ единственный. То есть нам повезло, мы сразу нашли, обрадовались. Вообще, в принципе, так по-доброму, надо было бы перебирать все варианты. Чем замечательный этот способ? Тем, что он действительно дает все варианты. Понятно, да? Довольно простым образом позволяет найти их все. Да, пожалуйста. Теперь мы должны есть иметь те цифры, которые находятся на вершине угла. Ну где разрез совсем невозможно. По очевидной причине. Число десять. Одиннадцать. Три. И так далее. Ну почему так далее? Давайте. Пять. Да. Шесть. А почему шесть? Да, потому что в углу. И восемь. Восемь тоже в углу. Отлично. Мы начнем развязать с единицей. Здесь мы можем пойти только таким способом. Что если мы так, то мы целую клетку отрежем от всей площади. С единичкой сделаем так. Мы обозначим одну половину плюсами, а другую минусами. Здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять плюсов. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь минус. Мы должны три минуса и еще два плюса написать. Но сначала попробуем, что у нас здесь минус. Теперь мы можем так. Минус, минус, плюс, плюс. Такая фигура, она... Две половинки не равны. Ну, они не половинки, они просто две разные фигуры, да. Это две разные фигуры, а надо, чтобы они одинаковые. Сейчас посмотрим подход. Один, вот, еще раз. Ой, постойте, это нам... Теперь десять вариантов сейчас выбирать, да? Да. Нет, вот этот невозможный вариант. Этот вариант... Потому что минусы. Да, потому что минусы изолированные. Это еще минусы. Да, да, да. То есть не все варианты возможны. Значит, разбираешь, что у нас вот здесь минусы. Да, да, хорошо. Теперь у нас плюс, плюс, минус, минус. Эти две фигуры тоже не равны. Угу. Так, этот вариант нам не подошел. Значит, у нас минус, минус. Так тоже не одинаковые фигуры. Здесь, может быть, не минус, а плюс. Давайте, давайте. Плюс. Тогда здесь плюс тоже. До него же дойти надо. Да, минусы стоять не могут, потому что мы их отряжем от РСЕ. Угу. Хочете? Да, да, да. Знаешь, мы сначала попробуем, что здесь минусы. Минус, а здесь плюс. Да, здесь плюс. Да. Плюс, минус. Эти фигуры тоже не равны. Почему? Ну, например, потому что есть у фигуры из минусов две отдельно висящие клеточки. Да. А у фигуры из плюсов такая висящая клеточка только одна. Да, есть только по три. Да. А тут же площадь у плюсов на два больше, чем у минусов. Стоп, Алёна, вы в площади не запутались? Количество минусов. Восстановите картинку, что у вас сейчас было, хорошо? Просто Валера возмущен. Давайте. А, сейчас. Да. Так, сколько у вас сейчас плюс, сколько минусов? Да, она куда-то меньше. А, да. Я сейчас не правильно решила. Это в этой всей фигурке из пяти должно быть три минуса и два плюса. Вот, три минуса и два плюса, да. Если мы с минусом разобрали, если у нас здесь плюс, значит здесь должно быть три плюса. Ну. Минус. Минус, минус, плюс. Да. У нас одна фигура получилась. Что получилось? Две одинаковые фигуры. По площади. Две одинаковые? И пипида. Две одинаковые. Мне кажется, что она одинаковая. И, собственно, я попробую пояснить, почему я одинаковая. Ну, хорошо. Вот пусть она лучше заштрихует. И мы после этого увидим, каким движением переводится заштрихованное или не заштрихованное. Значит, а заштрихуем все, где были плюсики? Да. Я сейчас заштриховываю только плюсики. Да. Так, смотрим сейчас, каким движением плоскости переводится заштрихованное в минусы. Ну, вот эту фигуру с минусами, чтобы превратить, да, в ту, которая сейчас заштрихована. Да. Чтобы объяснить, что она одинаковая. Да, и как? Нужно вот эту фигуру повернуть на 90 градусов. Повернуть? Да. Да, вот это, кстати, поздно. Ничего не будет. Здесь скользящая симметрия. Понятно. Можно, наверное, сказать? Да, пожалуйста. Смотрите, здесь будет скользящая симметрия относительно... Покажи прямую. Мне кажется, что... Нет, не верно. Где прямая, относительно которой надо сделать скользящую симметрию? Действительно, это две равные. Мы даже дальше не будем проверять. Можно там сделать другие разрезы, нельзя. Но, господа, надо понять, какая прямая. Зачем? Зачем? Ну, просто для диаметрии, для того, чтобы понять ситуацию. Какое движение переводит одну фигуру в другую? Когда я начинаю с поворачиванием... Я могу объяснить. Ален, покажите мне, пожалуйста, просто пальцем покажите, у заштрихованной фигуры левый горизонтальный отрезочек. У заштрихованной, чуть выше пальцем, чуть выше, еще выше. Вот отрезок, вот этот отрезок. Замечательно. И покажите, пожалуйста, куда он должен перейти. Он должен перейти сюда. А куда он перейдет при симметрии? Относительно той прямой, которую показал Коля. Перпендикулярно. Нет. Покажи. Вот Коля показал прямой. Покажи, черная прямая, которую Коля показал. Вот. Замечательно. При этой симметрии куда перейдет отрезок? Сюда. Сюда. Совершенно верно. Можем мы его после этого сдвигом вдоль прямой перевести в тот, который нам нужен? Почему нет? Нет. Вы так и не поняли, что такое скользящая симметрия. Скользящая симметрия – это не просто осевая симметрия и параллельный перенос. Это осевая симметрия и параллельный перенос вдоль этой самой оси. Смотрите, я сейчас точно так не помню. Так, покажи. Я сейчас помню, что это точно не приятно. И это прямая. Только ты свою голову сейчас закрываешь? Так. Такая прямая. Смотрите. А сдвиг на сколько? А сдвиг на одну клетку. На диагональ точно? Да, на диагональ. Да. Смотрите, вот один клеток. Да. При отображении он будет вот он. Совершенно верно. Да. А при сдвиге на диагональ перейдет сюда. Придет сюда. Да. Замечательно. Возьму вот этот. Да, вот этот. Тогда они перейдут в эти. Да. При сдвиге на диагональ они перейдут сюда. Так, ну что, господа, вроде бы правильно? Вот заметьте, он вначале даже почти угадал, но на одну клеточку по вертикали направление было правильное, сама прямая была неправильная.